Всем день добрый! Меня зовут Максим Шалавин, я шеф-повар ресторана Строганов Стейхаус и сегодня я вместе с вами приготовлю замечательные свиные ребра барбекю. Когда вы что-нибудь готовите на даче, никогда не говорите вслух, что именно, потому что соседи обязательно придут. Итак, для приготовления нам понадобится свиные ребра. Мы будем с вами использовать вот такие вот ленты. Они весом примерно около килограмма. Смесь специй, соус барбекю и дополнительно мы с вами сделаем салат коуслоу. Сначала мы сделаем сухой маринад. Для этого нам понадобятся такие специи, как соль, перец, сухой чеснок, паприка, орегано и тростниковый сахар. Итак, соли нам понадобятся 2 чайные ложки, перец 1 чайная ложка, сухой чеснок 1 чайная ложка, паприка также 1 чайная ложка, 1 чайная ложка, 1 чайная ложка и тростниковый сахар пол чайной ложки. Все эти специи нам нужно перемешать. Перед тем, как мы будем натирать наши ребра сухим маринадом, нам нужно удалить с ребер пленку. Она находится в внутренней части. Эта пленка будет препятствовать проникновению специй внутрь мяса. Итак, мы с вами зачистили пленку и теперь наши ребра готовы к маринованию. Берем оливковое масло, немножко поливаем на ребра, смазываем их, делаем некий массаж с двух сторон. И обильно посыпаем наши специями с одной и с другой стороны. Итак, мы с вами замариновали мясо. Дайте ему постоять в таком виде минут 30-40. За это время мы разожгем наш гриль. Наши ребра мы сделаем слегка копчеными. Для этого нам понадобится щепа. Я буду использовать кленовую щепу. Мы предварительно ее замочим в холодной воде. Итак, гриль набрал нужную нам температуру. И теперь приступаем непосредственно к приготовлению наших ребер. Выкладываем ребра на гриль. И обжариваем их с двух сторон. Когда я закладывал уголь в гриль, я его поместил с одной стороны. Вторую же часть я оставил без угля. Для чего это? Мы с вами обжарили наши ребра с двух сторон. С той стороны, где есть уголь. А теперь мы либо перекладываем их в ту сторону, где нет угля. Либо, как в моем случае, я выкладываю наши ребра на верхнюю решетку. На уголь мы положим щепу, чтобы наши ребра коптились. Щепа у нас с вами крупная фракция. Так что можно смело поместить ее прямо на уголь. Закрываем наш гриль примерно минут на сорок. Наши ребра коптятся. Переворачиваем. И снова закрываем. Вот щепа задалась. Немножко прикрываем наш дымоход. Температура внутри гриля где-то 95-100 градусов. И пока наши ребра коптятся, мы приготовим с вами салат cold slow. Он будет состоять из капусты, морковки, стебля сельдерея. Заправим все это майонезом. Добавим свежую зелень. Итак, нарезаем капусту соломкой. И перекладываем в нашу миску. Вот такая соломка у вас должна получиться. Затем берем морковь. Есть супер приспособление, называется экономка. У нее отлично получается соломка. И прямо в миску втираем нашу морковь. Вот такая идеальная соломка у нас получается. Затем добавляем стебель сельдерея. И заправляем все майонезом. Одна ложка майонеза. И как я говорил до этого, совсем немного дельнее. Замешиваем, добавляем соль, перец и наш салат готов. Итак, прошло уже 45 минут. И самое время глазировать наши ребра соусом барбекю. Температура внутри гриля составляет 100 градусов. Ребра наши идеально закоптились. И теперь мы приступим к глазировке. Соус я сделал заранее. Он состоит из выпаренного вишневого сока с добавлением соли, перца и чили пасты. Сначала будем смазывать внутреннюю часть ребер. У меня вот такой импровизированный венчик. Он состоит из хвойных пород. Немножко добавил розмарина и тимьяна. И аккуратно смазываем наши ребра по всей площади. И оставляем под закрытым грилем еще минут на 10. Через 10 минут переворачиваем ребра. И так же смазываем по всей площади наши ребра. И так же оставляем на 10 минут под закрытым грилем. Ребра готовы. Начинаем оформлять наше блюдо. Ребята, это просто бомба. Мясо отслаивается от кости. Идеально приготовленные ребра барбекю. Наш салат. Соус барбекю. Немножко лимона. Перец халапеньо для остроты. И так же немножко зелени. Всем приятного аппетита! Многие спрашивают. Вот ты целый день готовил, готовил. А кто все потом это будет есть? Да кто кто? Я! И по традиции вопрос. Вот эти волчок. Какого ингредиента я добавил меньше всего в нашу сцепучую смесь? Кто первый и правильно ответит на этот вопрос, получит вкусный приз с доставкой на дом. Всем спасибо! Берегите себя!